Добрый праздничный субботний день дорогие друзья с вами программа на самом деле а программа наша сейчас в гостях у октябренка пионера комсомольца но правда коммунистом не был зато в партии регионов немножечко посостоял она по умолчанию у нас была на украине самой пророссийской значит нашей хотя есть сомнения по этому поводу в партии регионов не только журавка царев колесниченко были там еще и ганна миколаевна герман была татарасик черновил однако же мы в гостях у алексея валилища журавка лечь приветствую с праздником праздничка у нас тоже ну и поговорим мы о том что америка показала опять нам ведь там прошли выборы хотя они еще будут пост выборы идти долго до 20 января у них времени много но по сути по своей американцы так приоткрыли россии завесу и сказали смотрите ребят вы находитесь на нашем софте на наших платформах на всем нашим а мы когда нам надо собственного президента дерьмо можем втоптать и пасть ему закрыть посреди его выступление обращения к нации то есть вот мы сейчас смотрим на америку и понимаем у нас то ли весной то ли летом будут выборы в госдуму вроде бы досрочно да плюс в двадцать четвертом году нам президента в стране выбирать плюс еще какие-нибудь события могут произойти в мире такие что навальнята и прочие вот эти смешные парни платошкины поведут людей на баррикады на майдан на красную площадь с шинами и коктейлями молотова и здесь инструментов и оружие информационного в руках запада столько что мы обалдеем от того как легко по щелчку можно переформатировать даже очень и очень умных людей живущих сегодня в российской федерации тех самых которые шесть лет тому назад нам кричали что вы сравниваете януковича и путина украину и россию у нас никогда такой хрени быть не может а вот сейчас половина этих людей уже бегает за платошкиным требует нового социализма или за навальным и требует прекрасную россию будущего нам подарить ну ты знаешь я сказал бы так что все что произошло сегодня в америке мы видим надо к этому относиться будем мы первое с уважением второе извлекать все потому что это нам необходимо для того чтобы мы не повторили ошибок да все это на его мы помним когда белорусы говорили что они не украинцы у них этого невозможно сделать чем это закончилось вот это все что происходило надо хорошенько изучить проанализировать и сделать выводы чтоб не напороться на такие же самые грабли и чтоб не сломать и не угробить страну вот это мое понимание не надо говорить вот они там дебилы у них система рухнет америка падает в пропасть она падает в другом смысле пропасть в бесчеловечивание воскотенение вот она во что падает а система непотопляемое поэтому в данный момент для того чтобы этого не повторилось нужно сегодня подключать институты университеты и разрабатывать противоядие против этой чумы вот давай возьмем выборы пришли прошли в америке что же мы увидели бардак хаос подлог нечестные непрозрачные выборы фальсификация и это вот эти люди учили нас как надо избирать государственную думу верховный совет президента украины президента россии президента белоруссии и так далее а на самом деле это все миф пшик не существует сегодня демократии настоящая демократия то как я понимаю это верховенство права закона конституция соблюдения права голоса защищенного и защита каждого человека в своем государстве это я понимаю но и что мы увидели нет в америке ничего что защищает человека мы видели как вольны выбрасываются бюллетни мы видели как прорисовываются кому надо кому не надо голоса мы видели мертвых и они сегодня говорят янукович гаденыш он преступник и что же мы увидели я хочу сказать что если все это дерьмо придет сюда мы не увидим государства никакого последнюю будем говорить площадку мира а это россия мы его можем не увидеть поэтому каждый человек который наблюдал что же в америке происходило должен задуматься куда так называемая демократия ведет я вам отвечу сразу в некуда белоруссию разрушают украину разрушают и другие по советские страны фактически убили уничтожили нас спасет против этого всего без воли без чувства и хаоса спасет когда мы назад начнем объединяться и восстанавливать свои славянские кровные узы вот он спасет советский союз можно сказать но в другом этапе алексей валерьевич если тебе будут говорить что твоя страна это тюрьма народов ты никогда так плохо не жил как в этой тюрьме в эти 70 лет что никогда не было так плохо как когда у тебя было бесплатное образование здравоохранение и все прочее я конечно могу сам приводить примеры негатива из советского прошлого вопрос не в этом вопрос в другом сегменте мы в советском союзе жили одной большой советской семьей мы не разделяли друг друга национальной республики на национальности кто в какой храм ходит а вот сейчас сидят американцы и говорят так что у нас там сегодня по плану так на этой неделе пусть русские русских немножко поубивают вот там на линии соприкосновения донбасса пусть вот эти вот брюнеты друг друга поубивают на линии соприкосновения в нагорном карабахе мало крови надо еще больше а как в августе восьмого года саакашвили приказали а ну-ка давай-ка быстренько своих соотечественников заодно и русских которые там сидят из градов перед калашмать а мы тебя поддержим вперед давай вперед и вот и зеленскому кто-то же сейчас так говорит вперед не бойся мы тебя поддержим и в итоге люди которые жили в одной стране братьями родными были семьи перемешаны сегодня калашматят друг друга убивают и ненавидят не желая понять одного кто-то их умышленно стравил и заставил убивать друг друга брат брата ты понимаешь они там с океаном у них система работает четко и она не потопляем они выработали план уничтожения советского союза и новых стран которые после советского союза сформировались и становятся сильными это как россия поэтому им все равно где они там будут биться между собой нужны ресурсы нужно справить людей между собой поэтому для меня все равно либо это трамп либо это байден придет просто при там при трампе позже это все может произойти а а при байден который придет сейчас с помощью фальсификации этих выборов эта война может гораздо быстрее вспыхнуть и они ж на этом извлекают серьезные деньги да и придачу давай возьмем байден то вкус украинских денег почувствовал мы все помним эти переговоры мы все помним как решалась судьба нефтяных компаний украинских но его приход обозначает лакомый кусочек значит что этот фунтик слушается стреляет по донбассу а тут еще порошенко можно вытащить вверх никто не исключает что он может стать премьер-министр значит это усиление военного блока против донбасса а если стреляют по донбассу значит это россия потому что она там начала паспорта выдавать потому что на сегодняшний день она поддержит чтоб гуманитарной катастрофы не было а это все таки затратная часть от россии россия тратится и не становится сильной она тратится для того чтобы закрыть эти брежи дыры так называемые кровавые поэтому война будет и дальше мы можем философствовать по-разному там то что ты там журавка решет и там веселовский говоришь что вы там политологи говорите но к этому все идет и война неизбежна потому что клин забит очень глубоко раз кровь пролилась два прощений нет значит нужна победа для того чтобы остановить войну нужно победить вот так и это понимаю для того чтобы сегодня прекратили эти злые ручонки есть к нам во внутрь наших государств надо объединиться и до самой польши дайте только тогда они остановятся понимаешь только тогда да алексей валерьевич тут вот многие спорят и говорят а вот россии на хрена взваливать на себя украину а зачем действительно взваливать когда извини меня население бывшей украины а украины нету с февраля 14 года когда произошел госпереворот и была растоптана конституция до власти пришла америка вот сегодня украинский народ может при поддержке российской федерации это называется мягкая или чуть твердая сила да россия просто поможет украинскому народу освободиться государства украина в том виде в котором она позавчера было его нету сегодняшнюю украину пора переучреждать есть умные толковые люди которые кто-то как журавка в херсон приедет кто-то в киев как азаров и олейник приедут кто-то еще куда-то юрокот министром информации станет это или пропаганды государственной украинской да и вот эти люди в стране во первых они переучреждать переучредят государства отпустят те области которые не хотят в новой переучрежденной стране жить раз а во вторых откажутся от всех обязательств которые на себя брали ставленники госдепа и евросоюза скажет ребят вы не нам эти деньги давали вот никто же из запада не потребовал а ну-ка вот путин дал януковичу три миллиарда долларов ну-ка быстренько верните эти деньги потому что вы их проели да нет никто не сказал вот то же самое мы говорим парни подождите все что выдавали порошенко торчинову зеленскому это ваши проблемы мы не признаем эти государственные долги нету больше государства такого которое было с четырнадцатого года поэтому сейчас здесь потеряли часть территории собрали новое государство и работаем спокойно а богат в стране много у ахметова можно и нужно все отобрать и шахтар футбольный клуб вернуть его как шахтер в донецк обратно у других жуликов коломойских все к чертовой матери подбирать стране есть и богатство и люди работящие и они могут сами прокормить себя главное им помочь тем что не дать кому-то их ограбить извне серёж многие говорят политологи и многие задают вопросы зачем россии вмешиваться ну давай так гипотетически отвечу на этот вопрос представь себе россия не вмешивается и этот весь борщ кровавый будет бурлить вокруг россии все равно это россию затронет границы надо укреплять транспортные грузоперевозки надо каждый раз перепроверяли антитеррористические будем говорить так силовые блоки надо усилять пойдет внутреннее усиление и россия обратно же начнет тратить колоссальные ресурсы серёж для того чтобы на сегодняшний момент не допустить развала но давайте та же самая некто который упоминает она же будет разваливать внутри до сепаратизм будут забрасывать все равно в сторону россии террористов будут забрасывать все равно поэтому от своих границ это зло надо отодвигать граница кто такая есть наша это по самую польшу назовем так украина и россии на сегодняшний день на будущее невыгодно ломать даже ту же самую украину потому что вся беда будет здесь мы можем отодвинуть время но самое страшное когда лучшие умы и лучшие люди уходят с этой жизни и не успевает восстановить то что начинает разрушаться и это самое страшное поэтому проблематику таким вопросом а мы не причем и не при делах у меня тогда вопрос зачем россия вмешалась сирии не надо было туда отправлять зачем сирены зачем на сегодняшний день россия говорит все брэк мы ни одну сторону ни другую не поддержим ни в армении не в азербайджане да зачем на сегодняшний день россия тогда сказала что ребята белоруссия это наши интересы зачем не надо давайте закроемся и посмотрим что будут делать эти вода лаки про европейские американские и они им будет мало они не насытятся тем что они отхватили украину белоруссию молдову грузию они пойдут дальше потому что им нужны ресурсы а россия сегодня это первый ресурс на первом месте ставится это вода на втором это не золото и другие богатства ископаемые природные поэтому надо адекватно на эти вещи смотреть и знаешь как я говорю ну сегодня в берлогу засунули пол дружка а еще пол дружка сзади есть вот не будите этого медведя а его уже практически разбудили так вот мы дождемся когда медведь вылезет наружу самое страшное когда его спячки будут будет понимаешь зимой так вот в данный момент надо переучреждать полностью украину надо начинать с донбасса надо приводить других людей и россия сегодня вынуждена как великую отечественную войну вспомнить когда формировались первые партизанские отряды то почему-то грамотных людей засылали туда для того чтобы они окучивали работу с населением с диверсиями против нацистов фашистов и так далее поэтому была освобождена родина украина поэтому мы вчера и праздновали день освобождения украины фактически от фашистов это та же самая ситуация и история повторяется но факт если сегодня не очистить украину будет и дальше страдать белоруссию будет дальше страдать наша страна наш славянский мир вот что я хочу сказать но когда-то во время великой отечественной войны когда немцы пришли и у нас я помню первое время я как помню по книгам по рассказам ветеранов подпольщиков партизан которые еще были живы и нам в школу приходили рассказывали были страшные потери сдавали татары наших подпольщиков и партизан их расстреливали до тех пор пока центр москва не занялся вот этими нашими повстанцами до ничего не было было объединение партизанских штабов при товарищи сталине и тогда пошло с большой земли помощь и политруками и командирами и гуманитаркой и чем угодно вот сегодня когда мы видим как те же американцы и европейцы называют повстанцами террористов условно говоря игиловцев в том же идлибе в других местах да почему мы ведем себя политкорректно и не можем называть повстанцев повстанцами извини меня партизан которые будут сражаться при нашей поддержке на территории украины а люди пойдут в партизаны потому что чем дальше тем грустнее живется и тут главное информационная должна быть поддержка и вся остальная другая ведь кто-то же информационно научил русских людей на украине что они нерусь вырусь янычары а на донбассе против них какие-то буряты и псковские десантники и они искренне в это верят даже видя что там шахтеры и таксисты из донецка они все равно их убивают свято веруя в то что совершают правое дело что они освобождают свою землю убивая врага оккупанта хотя знают вот но гонят от себя мысль что убивают они своих соотечественников понимаешь давай будем говорить так что все исходит от истории если историю часто менять и подменять понятие на какие-то новые ценности то в этом и происходит разруха война и все остальное нам надо помнить историю это вот этот момент я тебе хочу сказать они успешно это делает про европейские страны американцы обратно опираясь будем говорить на нашу забывчивость на наше добро на те сказки которые у нас когда-то были при советском союзе вот они этим умело пользуются мы еще не научились пользоваться этим поэтому мы на них и не воздействуем вот чем наша проблема заключается мы должны воздействовать на той стороне теперь следующее если сегодня не предпринимать никаких мер то последние мы назовем так островок большой мира а это россия если мы его утратим то мира не будет нигде на всем земном шарике будет полыхать такая война мы еще вспомним чем она этим закончится если мы сегодня не задумаясь над этим потому что геополитический сегодня противовесом есть но так сложилось что россия китай да это ядерные державы и когда между собой весь перевес понимает что если кто-то влезет это грубо говорю то значит произойдут выстрелы ядерных ракет этого сегодня не позволяется потому что знаешь есть баланс американцы ж тоже не дураки они ж этого ж боятся они ж ну как на голову упадет поэтому они тоже думают поэтому они разрабатывают систему как с помощью мягкой силы такой гибридной войны воздействовать чтобы разрушить этот противовес стоит только разрушить это все и пойми правильно это полохнет весь земной шарик поверь мне поэтому я как человек думающий я понимаю где на самом деле и в каких руках вот рука лежит словом мир и стоит понимаешь это на россии к сожалению время подошло нашего сегодняшнего разговора концу есть секунд 30 для поздравления земляков вот оказывается в херсонской области 913 тысяч жителей сейчас живет но к ним и тем кто тебя смотрит и слушает твои несколько добрых слов относительно сегодняшнего дня ну знаешь я хочу поздравить всех с праздником для меня он действительно праздник исторический его надо всегда помнить так как меня воспитал советский союз и вырастил советский союз и построил детский дом советский союз и образование дал мне советский союз и кушать научила то есть советский союз и стирать поэтому надо всегда доброе помни а злое забывай как говорится но помнить всегда исторические моменты для того чтобы не напороться обратно на войну. Вот мои пожелания. Всем мира желаю, да? А то, что ты сказал, что сегодня цифра в Херсонской области уменьшается, мне, конечно, страшно, дружище. Когда-то это было за миллион двести. Поэтому, как бы, мне печально. Поэтому я надеюсь, что мы восстановим, что в Херсоне будет не миллион двести, а хотя бы миллион восемьсот. Ну, вернемся и, как говорят, медленно спустимся и восстановим поголовье, так сказать, да? Торопиться не будем. Алексей Валерьевич, спасибо тебе огромное, удачи, с праздником и до скорых встреч, пока. Спасибо, до свидания. Итак, это был Алексей Журавка в программе «На самом деле». Прервемся, скоро вернемся в эфир и продолжим наше с вами общение. Пока.